Мы проанализировали ситуацию в российской и мировой экономике, те тренды, которые складываются, и те возможные результаты, те изменения, к которым эти тренды ведут. Во-первых, тот низкий рост цен на потребительские товары и услуги, который мы наблюдаем, сохранится низким и в будущем. Так называемые проинфляционные риски, как ракосрочные, так и среднесрочные, в последнее время снизились. Это означает, что вероятность ускорения инфляции свыше 4%, замечу, свыше 4%, а не 5-6%, существенно снизилась. Это позволит Банку России увереннее и быстрее снижать ключевую ставку до уровня в 6-7%, который, по нашим расчетам, является устойчивым, равновесным в среднесрочной перспективе, обеспечивает сохранение инфляции на уровне 4% и при этом помогает росту экономики. Во-вторых, в результате нашего анализа мы пришли к выводу, что в следующем десятилетии с высокой вероятностью нефтяной рынок столкнется с серьезным вызовом. Этот вызов связан с развитием рынка электромобилей. Те сценарии, которые мы использовали, показали, что если развитие рынка электромобилей будет идти примерно так же, как в свое время появились автомобили и вытеснили в живой транспорт с дорог, то в результате, в середине 2020-х годов, можно ожидать снижения спроса на нефть и нефтепродукты со стороны автомобильного транспорта. Понятно, что это несет серьезные риски как для глобального спроса на нефть, так и для цен на нефть. В этой ситуации очень важно сохранять консерватизм, как это делает Министерство финансов, планируя государственный бюджет, исходя из цен на нефть 40 долларов за баррель.